Этот велопробег с разницей в более века символизирует путешествие великого художника. В апреле 1901 года уроженец Хвалынска Кузьма Сергеевич Петров-Воткин начал свое двухнедельное путешествие на велосипеде в Европу. Так и сейчас жители Хвалынска едут через центр города к месту, где произойдет торжественное открытие памятника знаменитому земляку. Скульптура высотой почти 2,5 метра и весом 700 килограммов, выполненная из бронзы, представляет собой экспозицию «Художник с велосипедом и тюдником». Ее автор, скульптор Андрей Щербаков рассказывает, прежде было несколько вариантов эскизов, но остановиться решили именно на этом. В основу реализованного эскиза вошла история о том, как два друга, начинающих художников, отправились путешествовать на велосипедах в Европу. И таким образом один из них прославил себя на весь мир. То есть, в общем-то, они ехали в Европу за, так скажем, жаждой знания. То есть, там непосредственно Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, он ехал к преподавателю, очень известному АЖБ в то время в Европе. Он жил в Мюнхене. И вот он ехал к нему как раз получить какие-то знания. Церемония открытия памятника стала кульминацией фестиваля творчества «Хвалынские тюды на родине Петрова-Водкина». Для собравшихся прошел концерт с выступлениями творческих коллективов. Среди почетных гостей фестиваля – губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он принял участие в художественной акции, где все желающие смогли совместно воссоздать по фрагментам реплику известной картины «Купание красного коня». Саратовцы чтят всех своих земляков. И тех, кто, как Петров Водкин, славил нашу область в далеком и недавнем прошлом. И тех, кто сегодня остается верен малой родине и ее жителям. Мы благодарны Вячеславу Володину за «Хвалынские тюды» и за десятки социально значимых проектов, которыми сегодня живем и которые двигают нас вперед. Живописные окрестностя Хвалынска на неделю стали творческой площадкой, куда съехались более 50 художников со всей России. В рамках фестиваля они провели пленэр – перенесли красоту природы на свои холсты. Итогом их работы стала выставка на центральной площади города. Картины выставлены на продажу, а вырученные деньги пойдут на благотворительность. Саратовская земля дала много известных имен. И присутствие здесь и самих саратовцев, и художников из других регионов, оно дает возможность понимания наших великих мастеров. Потом очень важно для самих художников работать, общаться, чувствовать, спорить и анализировать то, что мы видим в полотнах наших великих предшественников. Рабочую мастерскую под открытым небом посетил директор музейно-выставочного объединения «Росизо» Сергей Перов. В беседе с журналистами и художниками он сообщил, что в Саратове на базе складов «Рейники» планирует открыть филиал Государственного центра современного искусства. Мы вчера проехали, посмотрели, пообщались, поговорили, поговорили с представителями творческих союзов. Вчера у нас был круглый стол, мы пообщались с коллегами, с художниками. Ну, все очень воодушевленно воспринимали эту новость. Моя задача сейчас, конечно, процесс максимально быстро запустить, чтобы наконец-таки у творческого сообщества художников Саратова появилось место, позволяющее в одном пространстве собирать большие серьезные выставки и формировать высказывания. В дни фестиваля на главной сцене города выступили творческие коллективы и исполнители с разных уголков Саратовской области, а для жителей города прошли самые разнообразные мастер-классы по декоративному творчеству. КОНЕЦ